Зачем-то Алиска меня сюда завела, вон здесь какие заморские стоят. Вот зачем она. Хитро вывела. Встал на эти стрелочки. Честно говоря, устал. На ком он стоит? На пижонах или? По рулю отдохну. Езжаем, так называемый горбатый бывший мост. Это река Омка. С дачами вокруг. Олег на гелике. Едет. Зажигает 5 метров в час. С ним поздороваемся, возможно. Здорово, Олег. Куда путь держишь? Домой, Иван. Давай. Долго ехать нам домой. По такой пробке. Доедем. Ладно, давай. Чистенький, красивый. Надо ему колеса побольше поставить. Фотография заведу. Давай, давай. Едем сейчас к экстрейлу. Интересно, сколько он будет стоить на дробе. Так, открываем дробь. Подъеду, посмотрю, сколько там такие стоят машинки. Жень попросил подыскать, чтобы не дороже 600 тысяч рублей, говорит. Зимой, как бы, они не очень заводятся, конечно, да, но, говорит, давно хочет. Хочет, значит, получит. Потому что экстрейлы сейчас идут новые, особенно с 16-го, по-моему, года. Уже с новыми моторами, которых вообще свечи не выкрутишь. Одну можно достать и все. То есть у этих экстрейлов свечи еще хуже, чем в Субару. Если в Субару можно там снять бачок аккумулятора и так далее, чтобы в экстрейле только коллектор снимать в СТО, часа два. Но дядя Женя сказал, ему надо экстрейл. Сейчас сам уехал отдыхать. А мы еще тут за него работаем вовсю. А он уже на Занзибаре, где мухи, ЦЦ и комары. Выехали на улицу Богдана Хмельницкого. Все красное здесь. Как ее заносит-то, а? Это школа Вектор. Два раза глохла. Девочка, наверное. Да, девочка. Два раза глохла, а потом в коле кинула ее. Так, пошли трехэтажные здания. Вот такие здания Альфа-банка нынешние. Раньше какой-нибудь здесь помещик, наверное, жил. Троекуров. Лошадей разводил на заднем дворе. Сейчас она опять заглухнет, будет трогаться, стополога. Да, до сих пор стоит. Пусть учится. Здесь не чистили, что ли, улицы вообще. Когда что-то трамвай новый едет. Папа у меня вот на такой Шкоде ездит. Медленно приближаемся к очередному пункту назначения. Нас там ждет пенсионный экстрейл. Мы уже проезжаем. Забыл, как это здание называется. Здесь вот такие двухэтажечки. Выезжаем на простор. Здесь такие вот, уже вам показывал, красивые. В казахском стиле высотки две стоят, свечки вернее. Слева здание завода Баранова. Дальше будет полет. Там космические корабли у нас делают, которые на Луну летают. В частности, ракеты в Ангару там делают. Здесь вообще угрюмое, очень страшное здание. Лет 600. С окнами, как в тюрьме. Как в тюрьме. Здесь белое. Советские гербы нарисованы. Это вообще не знаю, что за здание. Вот это вот облагороженное, красивое. С магазином «Три богатыря». Вот это там комната наверху. Шестигранная. Там надо кровать шестигранную поставить. Хонда вот на Хонде. Смотрите, какой у него огромный знак Хонда. На заднем правом крыле. Просто Хонда-Хонда. Ташкак надо любить Хонду, чтобы такой знак туда вхерачить. Что вижу, то пою, как обычно. Хавай-махавай. Так, мы движемся дальше. Впереди у нас зелень. Ну, хорошо. Вот красивое здание. Галерка. Театр-галерка. Театральная касса. Дальше ДК Рубин. Ни разу не показывал. Старинный-старинный дом культуры. Прошло, блин, часа три. Мы, наконец-то, уехали на улицу Кирова. Вот так она выглядит. Достаточно уныло. Никогда мне не нравилась эта улица, если честно. Не в обиду жителям улицы Кирова. Камера стоит с Нилой. Студию красоты проехали. Оттуда выходят красивые женщины. Заходят некрасивые. Пельмень в магазин. Я уже есть захотел. С такой ездой. Вон, на всем виадуке. Пробища. Наверное, обратно поеду вообще на левый берег. Наверное, за городом. Через... По Новосибирской трассе. Да отцу на бочечник что творит. С разворотом выехал на дорогу. Солнце уже заходит. Я все еду. Эх, сейчас бы на паровозике куда-нибудь издануть. Следующий виадук. Там парни семеру толкают вовсю. Застряли. Так, приехали в очень населенный район. Куда-то нам вот в эти красненькие дома. Тут вообще у них снегу по колено. Так. Приехали. Вот он, наверное, экстрелы помяты здесь. Да, вот разобранный уже, блядь. Четыре-четыре-четыре. Да, это вон, подъезжаем, успаковываемся. Здесь прям вообще у них не едет машина. Только снега. Так, ну и как мне проехать? То есть проезжая часть развоняется сразу. Сзади встать. Жопом. С ПЗУ ее прикуривать. Шел владелица, говорит, труба не замерзшая. Машина жены. Таймер не поставил. Там защита у вас, да, железная. Ну, с дырками. А просто капот дернете, все равно сейчас открывать пока не будем. А сейчас еще. Ну и хорошо, пусть лежит. Греем полчасика, наверное. А здесь между домами ветра дуй. Долгая песня с защитой. Да, экстрел. Вот эта попадала с ним. Тут капец как дует. Она горит даже 20 градусов. Она у него заводится и заводится. Выдувает и выдувает. У меня даже снег в трубу задуло. На этом ветра дуя. Надо чем-то снизу закрывать еще. Что-то задувает прям под машину. Хорошо, мне очень понравилось. Хоть какую-то коробку ищи. Надо мне большую штору делать. С жопом, с жопом заматыванием. С жопа заматыванием. Вот для таких случаев. Позже ломаю эту трубу. Держивайте, делал. Ветром сдувает. Греем. Сидим, насекаем. 6.15 поставил. Так, давайте посмотрим, сколько такая машина стоит на дроме. Ищем Nissan. Nissan X-Trail. Так, 2003 год. 2003 год 520 тысяч рублей. 2015 год вводим до 2008. 611 тысяч рублей 2005 год. До 600 тысяч он и просил. В принципе, вот такой вариант ему должен подойти вполне. Сейчас на Занзибаре. Там у него связь плохая, говорит. Главное, говорит, чтобы было не в залоге. Чтобы с документами все было окей. И от собственника. Вот вам, пожалуйста. 470 тысяч рублей 2005 год. Хорошая цена. 611 тысяч рублей 2005 год. Бензин, автомат. Неплохой вариант. 237 тысяч километров пробега. Сразу отправим деде Жене на WhatsApp. Отправили. А он мне шлет картинки Занзибара. Вид с моего окна. Вот такой там белый песок. И кормит черепах. Дрессируем черепах. Давай, давай, давай. Голову повыше. О, какой у него рот. О, видели, видели. Ничего себе. Давай, открывай. О, молодец. Ну и отправляем эту ссылочку. Он сразу отсюда может также ее открыть. И попасть на это объявление, которое я ему послал. Удобно. Очень удобно. Ссылка на приложение Дром внизу под видео. Рекомендую скачать. Опа. Я не пробовал. Нет, что там, все подсоединено. Да. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Левый руль, автомат. Аккумулятор, скорее всего, севший, да? Да. Надо кидать провода. Что-то не раздавил. Нет, тут плюс. Точно? Точно. Так, ну дай бог, чтобы завелся автомобиль. Поехали. 15% сразу. Хоп. Вот так вот резко. Хоп. Первый раз я так вижу, чтобы через подсветку непонятное. Первый раз вижу, чтобы вот так резко она так вспыхнула. Ни разу так не видел. Ну дела. Так, молодец. Провода снял. Ну дела. Ну ладно. Не буду мучиться сегодня хоть с этой машиной. Че тут, как разобраться вообще. А вот так вот. Ну и хорошо. Потому что пора ехать к девушке на Peugeot. Трубу отогревать. Бросаем. Работает, держит в порядок. Стоп. Она, наверное, на газ или на бензин как-то переключилась. И резко, наверное, пошла с газа на бензин. Потому что вообще как-то неожиданно сначала ничего, ничего. Потом хоп только и завелась. Складываем этот бардак. Уже на улице потемнело. Все. Едем дальше на левый берег. Вот что значит ставить машину между домов, ребята. Даже минус 20 выдувает керам. Настала темнота. Надо что-то вкусное где-то купить. Вот это вот дом культуры. Как-то раньше я знал, как он называется. Сейчас уже не помню. Это мы сейчас приближаемся к Виадукам. Выезжаем с Московки-2. С Московки-1. Полная разруха 50-х годов. У нас чередуется в Омске вот с такими новыми зданиями. Так вот сейчас вот так вот непонятно. Все завязано. Везде винограды стоят. Везде виноградники. Свежие везде. На всех углах у нас в Омске. Не без сожаления скажу, это будет правильно. Самый большой оборот у нас в городе, это оборот именно по пиву. По крайней мере среди такой розничной торговли. Еще красно-белое. Движемся по улице Кирова. Большая пробочка. Хундай крыто едет. Маленькая щеточка сзади. Выехали на все зеленые. На улицу Масленникова. Пересечение с Жукова. Нос уже начинают сам искать запахи. Где-где. Где что вкусно пахнет. Уже как у собаки. А воняние резко улучшается. Так, проезжаем магазин «Березка», где много золота лежит. И выезжаем на Ленинградский мост. Все, мы на левом берегу. Слева фестиваль торгового комплекса. С права метро Мал. Я придумал, где мы можем с вами поесть блины вкусные. Это с Алеша Попович. Гаишников все не куча целая. Сейчас нам надо сюда уйти с моста вправо. Под мост. И на новую улицу. На Шаронова. Вот сюда. По узенькой-узенькой дорожке. Метромост красивый. Красиво освещен. Такие причалы здесь. Здесь должно было метро ходить. Под мостом. В смысле в нижней части. Вот этих. По восьмого. Здесь пробка. Семера стоит. У нее впендюринная. Двенашка или что-то. Как она там называется. И все. И все нахер встали. Вот такой охеренный проект у нас сделали. В подъездах к метрамосту. Что здесь было, блядь. Два часа назад в час пик. Я даже не представляю. Боюсь представить. Езжаем на мой любимый красивый район и прибрежный. И вот сюда вот. Вот сюда вот. Сюда вот. Сюда вот. На заправочку Топлайн. Где раздают вкусные блинчики. И кофе. Сколько машин за газом понаехало. Газовщики уж устают работать. Так. Немного, чтобы бензинчика залить. Маленько. Сотого. Но сотого здесь нет. Поэтому мы будем лить 98-й. Все. Несу. Вкусноту. Проголодался вообще. Ну, в общем, блины, ребята, как блины. Этот с лососем. Тот второй с ветчиной. Особенно, когда голодные. Прям вообще. Класс. С рыбкой. С рыбкой солененькой. Красной. Ел, ел. А, блин, это подорожали, ребята. Получается 250 рублей, блин. Сам блин 98 рублей. И начинка еще рублей 140 получается. Получается нехилый блин. 250 рублей. Но вкусный. Но дорогой стал. Подорожали блины у них. Нехорошо, говорится, надкусные показывать. Но у меня отрезать нечем. С ветчиной, с огурцами. Ну, так себе. Суховатенький. А вот тот, который с рыбой был, с лососем. Вообще охеренный. Совсем советую. Надо как-то так вот извернуться здесь, на этом перекрыске. И уйти обратно туда. Фига я поел, аж спать захотел. Блядь, надо прочитать, что это такое. ВАЗ, ЛАДА. На буксире ее, по-моему, тянут. Потому что она в прошлый раз не смогла проехать светофор. Они все кольмуют, оказывается. Эх, хорошо полетел. Рено Каптюр. Вот что он меня пропустил-то. Он летчик, потому что... Ладно, я надел шапку. Сейчас посмотрим, сколько он летчик. А хорошо идет она у него. Вообще хорошо. Что там за мотор у него, интересно? Казахстанские номера. Чего-то какой-то тюнинный Каптюр. Летит, аж до полтора бара раздулся. Непорядок с ним. Калеос, то есть. Сейчас спрошу, что у него такое. Какой-то мотор у него. Я уж его обогнать не смог. Я, конечно, особо не старался. Потому что скользко. Ни херна не видно. Но, тем не менее. Заинтересовал он меня. Заинтересовал, да. Сейчас спросим, чего у него с ним не так. Подожди-то налево. Колиос какой-то непонятный. Сейчас скажет, да у него все сток. Скажет. Я вообще-то буду в трауре. Заткнись, сука, блядь. Заткнись, сука, блядь. Заткнись, сука, блядь. Не до тебя сейчас. Надо спросить. Интересно. Масшрут перестроен. Здорово, а что у тебя с ним не так? Там есть... Расскажи, в смысле? Просто сток? Да. И вообще ничего не... Каталик удалил еще. И сколько у него лошадок? Ну, типа там около 180. И так едет хорошо? Ну, он буксует еще, стабилизация тормозить начинает. Короче, около 180. Ну, по трассе я, допустим, сколько езжу, там, если машина близко подъезжает, хуру только топаешь, он пошел. Хорошо идет, слушаю, удивил. Ну, он, типа, по паспорту, короче, 9 секунд едет на сотку по заводу. Я вот как каталик удалил, ну, короче, с Рейс Логикой ее мерили. Получилось там, что-то плюс-минус около 8, короче, на секунду снялась. И это он еще на вариант... Секунду без каталиков, да? Да, да, да. А резина какая-то? Сайлун китайская. Тут еще. Сайлун. А вот что, турбовый? Да. Да, короче, турбожига. Есть. Семерка на Нивовском моторе, расточенный, под 1.8. На субаровской турбине, на Гаррете, короче, с 2000 штук. Короче, мне сейчас около 200 по себе, я хочу летом там пошли поршни и Говка стоят, короче, ну, надуть 2 бара, и там, типа, в районе 300 будет. В общем, я понял, ты не простой чувак. Да, она в самоблоке, да, она все нормально, как бы, у нее спортивный ряд, в коробке стоит R1. Я, короче, хочу на ней выехать, попробовать, ну, вот, с турбособорем я уже с одним договорился. Я не буду говорить, сколько здесь тогда лошадей, чтобы не позориться, а то колелся бы проиграл. Ну, и он, короче, это, ну, у него единственное, что он европеец, у него 235 лошадей. Я хочу ради интереса с ним попробовать встать, а потом встать, у меня тоже знакомый ездит, у него Нива, турбо-16 стоит, 350 лошадей, короче, 4,3 до сотки прыгает. Ну, а у нас вместо от X5M вообще улетает, как бы, что-то не догонишь. Ну, ты ионский сам, да, или у тебя номера Казахстана? Нет, я вообще сам с Казахстана. Ну, я уже лет на серверах не оставил, потому что... Ну, вы все поняли, да, короче, не просто так все. Сцепление керамика, два диска пошло, и все такое. Да, 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 да. Здорово, здорово. То есть, стоковый X-Trail, трубовый, она делает, да, у тебя? Ну, стоковый X-Trail, да. Контура 280 сил, то есть ты со светофору от нее уезжаешь? С X-Trail, да. Хотя у тебя 190 или 180, а ты делаешь X-Trail, а за счет чего ты его делаешь, тогда? Не знаю. А ну, сама-таки идет так. Скилл, да? Ну, может. Может, там что-нибудь не так, может, все-таки валы. Нет, ну, опять же, на вариаторе тоже нужно ездить уметь. Кто-то шарашит, газ в пол нажали и пошли, а он начинает буксовать ремень. Я сначала, то есть, жму в пол, резкий кружок, потом до половины отпускаю, она намного быстрее тогда расконечается. Ну, неизвестная мне машина. Ладно, спасибо за комментарий. Канал? 300+. 300+. Да, цифрами на ютубе набираешь 300+, и попадаешь. Хорошо ее раздувать не надо. Ну да. Допустим, и она набирает от 0 до 200, то есть, допустим, я вставал с Лексусом в 350 по трассе, мы шли, то есть до 200 я от него ухожу. После 200 у нее отсечка, все, она дальше не идет, короче, а он меня нагоняет потихоньку, начинает обходить. До 200 у нее, то есть, диапазон практически не меняется, она все время одинаковая. Это троллейбус вообще, я сам вижу, что я пока не раздулся, этот уезжает, с места уезжает, только когда раздулся, я тебя тогда нагнал. А пока не раздулся, этот троллейбус уезжает, хотя у него всего 180 сил. Короче, парни, на гололеде силы уже не так важны, главное зацеп. Так понял, и вариатор. Ладно. Вот так вот, вот так вот ездит Калеос, ребята, на вариаторе, без каталиков. Охренеть, я в ахере, честно говоря. Зимой можно просто ежик 30-й, механику и хорошую резину, и ты будешь на Суварике вне конкуренции. Если, конечно, не встретится такой Калеос, сука. Я аж сигарету, блядь, забыл докурить. Ладно, слушаю тебя, дорогая, веди меня к очередной жертве морозов. Приедем тоже, посмотрю, сколько та машинка будет стоить на дроме, тоже интересно. Я частенько пользуюсь в последнее время этим приложением, и вам советую. Установите его себе на телефон, и мониторьте ситуацию на рынке автомобилей, так сказать. Ну, конечно, это расстраивает, когда такие машины не получается обогнать. Это, конечно, блин, выводит в себя обычные, как бы, городские вот эти шашлайки-кроссоверы. Ладно, едем по маршруту Алискиному. Ну, а такое сегодня он ел маршрута. Дрифт Капиоза. Так, мне кажется, поправо. Вот так вот, Булинов наелся, блядь, заснул. Сразу всем проиграл. А, вот Митров. Ага, шестой дом, это вот этот. Почти, что где-то там уже горит. Смотрим, где-то там. 505. Номер машины. Ищем. Вы приехали. Вот она стоит, синенькая, синева. Но место сзади есть, хоть для пушки, и то хорошо. Так, поставили пушку. Под реношку поет подстроен. То есть, господи. Покажу, куда дуем. Дуем, вот сюда вот. Вот эту трубу. Горят, она замерзает. Нет. И уходит она дальше вон туда. Сейчас посмотрим. Так вот. Подуем. Ц1. Рен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин